Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодняшнее видео это обзор китайского лазерного построителя с зеленым лучом. Модель DKLL12PG1. Модель со штативом брать не стал, так как у меня есть три штатива и они еще в рабочем состоянии. В сети существует несколько обзоров на данный прибор. Многие обзоры делают то распаковщики, то продаваны, ну а реальных пользователей там практически нет. Поэтому решил снять обзор на этот прибор. Как реальный пользователь. Ну и давайте коротенько пробежимся по комплектации, потому что она, как ни крути, все-таки важна. В комплекте имеется угловое крепление, на котором винтик с резьбой 1,4 и имеется два мощных неодимовых магнита. Есть зарядное устройство. Назначение вот этой железки я покажу немного позже в видеоролике. Также есть такая мини тренога с поворотной площадкой. У треноги регулируются ножки в пределах одного сантиметра и три винтика управления. Верхние у нас поворачивают площадку. Два следующих смещают площадку относительно оси, ну в двух плоскостях. Вот в этой, да и вот в этой. Смещение происходит в пределах одного сантиметра. Где это применить реально в жизни, я не знаю. Для удобства пользования есть пузырёчек waterpass. Есть также очки зеленых цвет, которых подтверждают то, что у данного построителя зеленые лучи. Данный видеоролик снимаю в рамках другого проекта. Работаю на улице. На улице лучше работать с зелеными лучами. Данный прибор не предусмотрен для работы с приемником, но я покажу три лайфхака, как обойтись без приемника. Но об этом чуть позже. Так, что тут у нас имеется? Вот, обратите внимание, здесь три излучателя, точно так же как в бошевском приборе GLL 380. Только там у меня красный луч. Имеется клавиша включения. Данная клавиша и фиксирует маятник во время транспортировки. Внизу резьба крепления 1,4, также 1,4 и сверху. Кто-то в обзоре показывал, что она для того, чтобы устанавливать прибор к вверх ногами. Но это такой бред неопытного человека. Это для того, чтобы вот кронштейн можно было закрепить сверху. Это пригодится, когда нужно максимально низко опустить горизонтальный луч. Вот так снизу крепим. Когда луч нам нужен максимально вверху, при работе под потолком. Как это все работает в жизни, тоже покажу на этом объекте. Ну и давайте уже включим прибор. Для этого надо сдвинуть клавишу в сторону. Прибор издает несколько сигналов, сама диагностируется, и вот остается включенным только горизонтальный луч. За работу горизонтального луча отвечает вот эта кнопка. Кнопки здесь сенсорные, ничего нажимать не нужно, достаточно просто прикоснуться пальчиком. Можно лучше включить, можно выключить. Вторая кнопка отвечает за вертикальные излучатели. Одно нажатие включает один луч, вторая второй и третье нажатие включает оба луча вместе. Это очень удобно, так как три луча потребляют больше энергии батареи, поэтому ненужные лучи мы можем просто отключать. Вот можно оставить либо один вертикальный, либо один горизонтальный. Данный прибор автоматически выравнивается. Если наклон превышает норму, мы слышим сигнал и мигание луча. Наряду с этим есть и другая функция. Лучи можно также не вертикально и не строго горизонтально отстраивать, а можно использовать прибор для построения вот линий под наклоном. Для этого зажимаем клавишу. Задался сигнал, светодиод начинает мигать и теперь мы можем осуществлять наклон прибора, при этом он не пикает и луч не мигает. Но этой функцией нужно пользоваться аккуратно, так как данный момент маятник у нас не заблокирован. Отключить данную функцию можно также, подержав на кнопочку 4 секунды, либо выключить прибор. При включении эта функция выключается автоматически. Давайте рассмотрим еще несколько моментов. Вот в частности тренога. Вот смотрите, здесь сверху резьба 1,4, а снизу 5,8. Так как некоторые штативы оснащены резьбой 5,8. У меня есть такой штатив. Так, это штатив геобокс. Смотрите, здесь резьба 5,8. Есть также у меня еще один штатив. Это бошевский штатив Б-150. Здесь отстегивающаяся площадка с резьбой 1,4. Давайте проверим. Я плавно перешел к демонстрации работы данного прибора. Давайте, наверное, столик уберу и продолжим. Ну и раз уж первую я здесь задействовал площадку от бошевского штатива, показываем, как здесь это работает. Площадка фиксируется на крепление бошевского штатива. Включаем прибор. Регулируем положение прибора либо регулировкой ножек, либо наклоном верхней площадки. Ищем положение, в котором он не пищит. В принципе уже работать можно, но есть небольшая проблема. При работе на штативе минимальная высота лыча 650 миллиметров. Давайте посмотрим, как работает штатив геобокс. Ну и здесь первая проблема. 1,4, 5,8 резьба. Но мы можем поступить иначе. Вот здесь же площадка у нас с мини треногой. Устанавливаем ее на построитель. И уже саму площадку накручиваем на резьбу штатива. Ножки при этом демонтировать не надо. Они не мешаются. Далее прибор можно теперь как вручную поворачивать. Так для тонкой подстройки использовать вот этот винт. Опущу сейчас на минимальную высоту. С площадки уже минимальная высота у нас 720 миллиметров. Это выше, чем на бошевском штативе. И в некоторых моментах также может быть критично. Поэтому предусмотрен другой вариант установки построителя. Будем использовать угловой кронштейн. Для углового кронштейна нужна металлическая поверхность. И она есть у меня. Для удобства монтажа пенопласта у меня тут задействован металлический профиль. Вот на него в принципе прибор можно установить. Как наверно удобнее будет. Вот металлическая часть, к чему мы крепим кронштейн, должна быть практически идеально установлена. Но я имею ввиду вертикаль. Если она будет кривая стоять, пытаясь прилепить, прибор работать адекватно не будет. Кстати, давайте попробуем сразу установить его на трубу. Мне нужна линия на той стене значительно ниже по уровню. Поэтому переставляем кронштейн в самое нижнее положение. Но этой высоты мне тоже не хватает. Поэтому сделаем иначе. Кронштейн можно установить сверху. Прибор зафиксирован, не паникует. Лучик при этом переехал на стенку, где и предстоит разметка. Вблизи он отлично виден. Дальше чуть-чуть хуже, но даже камера его видит. Вот здесь еще я и так вижу. Это буквально 3 метра. Что же делать, если рядом нет такого металлического столба? Для этого можно просто воспользоваться металлической пластинкой, которая идет в комплекте к построителю плоскостей. Здесь есть отверстие. Эту пластину можно просто закрепить на стену. Можно это сделать так, так, ну и даже вот так. Давайте выберем самый простой вариант. И теперь на эту пластину крепим магнитный держатель. Пластину можно закрепить в любом месте. Ну, предварительно, конечно, посмотрев, где необходим луч, да, крепим пластину. При этом вот небольшая корректировка по высоте здесь возможна. В дневное время, чтобы хорошо было видно луч, пользуемся очками. А вот здесь лучик я вижу. Не знаю, видит ли его камера. Поэтому я сейчас покажу вот те лайфхака три, о которых я говорил раньше. Первый лайфхак. Воспользуемся телефоном. Включаем камеру. Включаем именно фронтальную камеру. Уровень камеры нам известен. Отходим на нужное расстояние. Смотрите, когда лучик попадает в камеру, мы его четко видим. Делаем отметку, проводя условную линию от камеры. Идем дальше. Вот это вам первый лайфхак. Не надо в комментариях писать там всякий бред, что камера пострадает от лазерного луча. Ой, блин. Ну это, знаете, это люди, которые не понимают, как это вообще работает. По большому счету, сейчас не повторять это, это выполнило профессионалами. Даже если по глазам этот лучик блымкает, это не приводит к фатальному результату. Ну многие думают, что защищают свое зрение зелеными очками. Нет, это никакая не защита ни хрена. Это просто, чтобы луч было лучше видно. В данный момент построитель висит в центре гаража. Гараж чуть больше, чем 6 метров. Поэтому на 3 метра вариант с телефоном, с камерой телефона. Вполне приемлем. Ну и давайте что... Отойду, наверное, куда... Еще... метров на 10 метров. И проверю там. Построитель у меня по-прежнему включен. Солнце уже очень яркое, а я тем более в очках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, как минимум на 8 метрах лучик телефон еще видит. Ну, сейчас покажу еще второй лайфхак. Тот же самый построитель, то же самое место. Так, только другое время. На часах 19.02. Ну, я думаю, в 18 это тоже бы сработало. То есть, если вы работаете до 18, просто задержитесь на 15 минут. Задержитесь на 15 минут и разметите стены без всяких дополнительных устройств. Смотрите. От начала... И до конца практически все видно. На улице еще не темнота. Камера меня прекрасно видит. Стены видит. Небо даже немножко белосенькое. Ну и лайфхак номер три. Если вы не можете задержаться на работе. Ну, ребенка из садика надо забрать. Или жена ругается, что вы сильно задержитесь на работе. Встаньте чуть пораньше. И приедете на работу чуть пораньше. Когда еще солнце не яркое. И вы сделаете то же самое, что вот сейчас я вечером демонстрирую. Ну, кто будет говорить, что это не полезный лайфхакер. Ха-ха. Да? Да? На этом, пожалуй, видео можно заканчивать. Всем, кому информация была полезна, пальчик вверх. Кто считает, что бесполезная, пальчик вниз. Подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы приходили сообщения. И вы не пропустите мои новые видео по ремонту данного фасада. В одном из последующих видео будем уже клеить пенопласт. Как буду клеить? Все покажу. Видео, конечно, будут выходить не по порядку. Ну, то есть будем чередовать их с токаркой, со столяркой. Может даже с кулинарией. Но отделка данного здания будет идти. И видео про него вы увидите. Ну и теперь все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok